Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. Это второе видео из серии «Как прокачать басовую технику», а именно «Как правильно играть гаммы». В первой части мы разобрали вообще вопрос, для чего нужно играть гаммы, как их играть на грифе, как вообще нужно мыслить и как нужно подходить к занятиям. И также разобрали о том, как их играть под метроном правильно, как развивать гаммы с точки зрения пульсации и поговорили о ритмических рисунках. Сегодня мы углубимся в эту тему и поговорим о том, как, какими способами еще можно играть гаммы. Ну и если вы не смотрели первое видео, оно очень важное, ссылка будет вот здесь в описании. Также у меня есть очень много полезной информации на канале и мои старые видео трех-пятилетней давности не потеряли до сих пор актуальности. Обязательно их посмотрите, у меня есть целый плейлист бас-гитара для начинающих и также есть плейлист мастер-классы и видео-уроки, где куча-куча всего интересного. Итак, давайте поиграем гаммы различными интервалами. И если в первом видео мы играли гаммы просто в восходящем и неходящем движении по порядку, то интервалами играть очень полезно. Это такой же более продвинутый способ игры гамм. Почему? Да потому что, во-первых, вы отрабатываете артикуляцию гораздо более, как бы в более сложных рисунках. Во-вторых, это очень полезно для правой руки, потому что когда вы играете гамму широкими интервалами, у вас получаются здесь скачки между струнами и это очень полезное упражнение. В-третьих, вы начинаете видеть лучше ступени, начинайте понимать, как и какие интервалы от каких ступеней строятся. Это потом будет очень полезно для импровизации. В общем, гамма интервалами это прям маст. И давайте начнем с секунд. Что, собственно, я делаю? Вот у нас гамма до мажор. Я от каждой ноты, от каждой ступени гаммы строю секунду вниз. И секунды будут строиться разные, в зависимости от того, от какой ступени мы строим. И вообще интервалы будут у нас разные. И терции, и секунды, то большая, то малая. В зависимости от того, от какой ноты мы строим. Почему? Потому что мы используем только ноты гаммы до мажор. Вот смотрите. От до у нас секунда вниз, это нота си. От ре у нас секунда вниз в данной тональности, это нота до. От ми у нас секунда вниз, это нота ре. и так далее вот я играю гамму секундами и когда я теперь возвращаюсь вниз я строю секунды вверх то есть все как бы в обратном порядке теперь давайте сыграем гамму терциями логика такая же от каждой ноты я строю терцию от ноты до терция будет ми это большая терция от ноты ре терция будет фа это малая терция от ноты ми терция будет соль это опять малая от ноты фа терция будет ля это большая терция и так далее от каждой ноты я строю терцию вверх то есть нота плюс терция следующая нота плюс терция и так далее и когда я буду играть вниз, соответственно, все будет в обратном порядке, буду строить терции вниз. Дальше, следующий интервал это кварта, логика абсолютно такая же, строим гамму, играем гамму квартами. Дальше гамма квинтами, дальше гамма секстами, очень красивая. Обратите внимание, что здесь уже начинаются скачки через струну, и она такая, с одной стороны, красиво звучит, из-за того, что сам интервал секста очень красивый, но для правой руки она непростая. Ну и последний интервал это септима, сыграем гамму септимами. Таким вот образом мы сыграли гамму всеми интервалами, и давайте теперь сыграем еще одну вариацию. То есть мы до этого играли интервалы только вверх, а сейчас будем чередовать один вверх, один вниз. То есть, терцию вверх, терцию вниз, терцию вверх, терцию вниз, терцию вверх, вниз. Очень красиво звучит, то же самое квартами. Вот такое разнообразное движение вверх-вниз, оно нам дает очень интересную, опять-таки, пищу для создания каких-то прикольных мелодий и проходов. То же самое можно с экстами. Ну, и то же самое с септимумами. Вот так вот можно интересно играть гамму интервалами. И когда вы опять-таки играете это по всему грифу, все лады и все тональности пройдете, ух, как вы прокачаетесь. Еще один способ игры гаммы, отработки этих всех упражнений, это гаммы секвенциями. Что такое секвенция? От английского sequence последовательность. Это когда вы выбираете какую-то последовательность нот в гамме и ее как бы зацикливаете, играете ее от каждой ступени. Таким образом получается очень интересный паттерн. Собственно, я покажу вам сейчас несколько секвенций, которые наиболее популярны, которые используются всеми в музыке. Опять-таки, эти секвенции это прям пища для создания различных клевых филов, проходов, для солирования, для каких-то мелодий. Вот, покажу вам секвенцию, которую очень часто использовал Pastorius. Итак, начнем. Самая, опять-таки, простая секвенция, это секвенция по три. В чем и смысл? Мы играем три ноты вверх от каждой ступени, потом от следующей ступени, от следующей и так далее. То есть у нас получается до, ре, ми, ре, ми, фа, ми, фа, соль, соль, ля, си и так далее. И вниз, в обратном порядке. Дальше. Секвенция по четыре. Логика та же самая, но теперь мы играем по четыре ноты. И это, кстати, как раз и была одна из любимых секвенций Pastorius, которую он часто применял. В частности, он любил использовать эту секвенцию на соль-миксолидийском мажоре. И вот он играл ее сверху вниз. Следующая секвенция. Секвенция по пять. Продолжаем развивать вот эту историю. И играем пять нот вверх. Обратите внимание на различные скачки между струнами. И здесь уже, ну так, достаточно интересно с точки зрения аппликатур. Приходится пальцы ставить и для правой руки здесь уже посложнее. То есть это прям очень хорошее тоже упражнение. Следующая секвенция, которую я очень люблю, это секвенция трезвучиями. От каждой ноты мы строим трезвучия. И можно ее опять-таки играть двумя способами. Восходящее трезвучие. Либо первое трезвучие играть вверх. Второе вниз. Ну вот таким вот образом. Следующая секвенция. Здесь уже можно напридумывать кучу-кучу всего самому. Ну, например, я начинаю от до. И играю ступень вверх и ступень вниз. Как бы опевание ноты я играю. То есть до, ре, до, си. И вот эту фигуру я играю от каждой ступени. Можно сыграть еще такую секвенцию, которая мне нравится. Это секвенция полтона вниз и терция вверх. То есть до, си, до, ми, ре, ре, бемоль, ре, фа. Здесь уже у нас не все ноты как бы из тональности. Но поскольку мы возвращаемся каждый раз в нашу ступень. То есть мы как бы отклоняемся на полтона. И снова возвращаемся. Это звучит как такое опевание, которое в джазе очень часто применяется. Поэтому даже учитывая то, что у нас здесь есть некоторые ноты не в тональности. Они все равно звучат весьма гармонично. И так вот как это будет звучать на протяжении всей гаммы. Секвенции можно напридумывать кучу. И чем больше вы сами напридумываете их, чем больше креатива вы проявите. И отработаете вот таких вот кайфовых паттернов, которые можно применять в соло. Которые можно применять и в аккомпанементе. Тем богаче и интереснее будет ваша игра. И тем круче вы проработаете свою технику и артикуляцию. Ну и еще один очень важный элемент для отработки при игре гамм. Это акценты и штрихи. Дело в том, что музыка, которую мы играем, она не является монотонной. Мы всегда какие-то ноты играем громче, какие-то тише, какие-то акцентируем. И это как раз очень такая важная часть в плане исполнительского мастерства. Для передачи эмоций. Для того, чтобы сделать вашу игру более эмоциональной. То есть какие-то ноты выстреливают, какие-то ноты становятся более тихими. И это все экспрессия эмоциональная. И очень важно это все отработать. Мы берем и играем различные акценты. Но здесь я должен оговориться. В первой части видео, когда мы играли под метроном наши гаммы, я говорил о том, что очень важно следить за тем, чтобы звукоизвлечение было ровное. Чтобы у нас был четкий контроль над длительностью и тембром и громкостью нот. И вот когда это вы достигли, тогда можно переходить к следующему этапу. Отрабатывать акценты. Итак, включаем метроном восьмыми. И играем гамму. Сейчас я буду акцентировать просто каждую первую восьмую. Можно акцентировать каждую вторую восьмую. Можно поставить пульсацию триолями. И акцентировать каждую первую, каждую вторую, каждую третью, восьмую по очереди. Ну вот, например. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И третью. Раз, два, три. То же самое можно сделать и естественно в пульсации шестнадцатых. Акцентировать первую, вторую, третью, четвертую, шестнадцатую. Таким образом у вас появляется дополнительная динамика в правой руке, дополнительная экспрессия, и вы сможете играть свои мелодии, свои рифы гораздо более экспрессивно, более интересно. Также можно играть и те же самые ритмические рисунки, о которых я говорил в первой части видео. Я все рисунки не буду сейчас повторять, просто приведу пример. Ну вот, самый первый рисунок, который мы делали, это восьмая с точкой шестнадцатая. Но теперь я играю все шестнадцатые, а акцентирую вот этот вот рисунок, то есть первую и четвертую шестнадцатые. Ну, давайте для примера еще один рисунок, например, восьмая с точкой шестнадцатой. Вот как это у нас было в первой части видео. А сейчас играю шестнадцатый, но акцентирую вот этот рисунок. Вот таким вот образом. И в триольной пульсации аналогично. Собственно, мы играем и разные рисунки, акцентируем, и разные ноты у нас тише, какие-то громче и так далее. Отрабатываем четко динамику правой руки. Это очень и очень важно. И заодно ритм также прокачиваем. Ну, а теперь давайте поговорим про штрихи. Я думаю, что вы слышали такие понятия, как стакката или гата. Они пришли к нам из классической музыки. И это еще один дополнительный способ для того, чтобы более красиво, более мелодично и экспрессивно сыграть на вашем инструменте мелодию, риф и так далее. Штрихи в бас-гитаре активно используются. И к ним относятся, ну, в частности, стакката. Да, стакката это очень короткая нота. И вот гаммы я рекомендую играть различным сочетанием штрихов. Ну, вот и первый самый простой пример. Это одна нота у нас длинная, а вторая короткая стаккатная. Можно сделать, например, одну длинную, две стаккатных, две длинных, две стаккатных. Любые сочетания. Ну, вот, например. В общем, придумывайте разные сочетания коротких и длинных штрихов, отрабатывайте их, проявляйте креатив. И сейчас я расскажу про хаммеры и пулы, про штрих легато. Тоже очень распространенный, очень важный. Хаммер у нас извлекается при помощи удара пальца левой руки по струне. То есть первую ноту мы извлекаем, как обычно, правой рукой. А следующую ноту, вот как молоточком, бьем просто пальцем по струне. И пул это то же самое, но только мы извлекаем первую ноту, а вторую мы как бы сдергиваем. И, собственно, как это можно применить в гаммах? В гаммах можно сочетать различные хаммеры и пулы. Вот давайте сыграем вверх гамму хаммерами, а вниз гамму пулами. Таким образом мы отработаем этот штрих, очень важный. Ну и дальше, опять-таки, проявляйте креатив и сочетайте хаммеры, пулы, стакката, легато, длинные, короткие ноты в самых разных сочетаниях. Ну вот, например, хаммер, то есть легато, плюс два стакката. Два легато и четыре стакката. Ну вот, как-то таким вот образом. Ну что ж, вот такой вот получился всеобъемлющий гид по игре гамм на бас-гитаре. На самом деле данный подход, он справедлив практически для всех инструментов, в частности для гитары тоже. Если меня кто-то смотрит из гитаристов, можете все это смело тоже использовать. Если у кого-то остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Чем смогу, помогу, отвечу всем. И на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. А как известно, по статистике более 50% людей, которые смотрят это видео, не подписаны на канал. Поэтому обязательно нажмите кнопку подписаться. Нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И жирный лайк мне обязательно поставьте. На этом прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok